Теперь, чтобы подать документы на замену российского паспорта, не нужно стоять в длинных очередях. Сделать это можно по телефону уже сегодня. Это нам очень хорошо, особенно пенсионерам, которым трудно ходить, не только там бегать, приезжать лишний раз и узнавать. А так они позвонили, узнали. Я считаю, что лучше по телефону, чтобы не стоять очереди, потому что эти очереди бесконечные, это вообще невозможно. Завтра я буду звонить, потому что мне нужно гражданство и паспорта маленьким деткам и себе менять в конце года. В Приднестровском МИДе считают, этот шаг позволит еще больше расширить комплекс консульских услуг. Напомним, решением президента для консульского пункта в Тирасполе было предоставлено дополнительное помещение. Сейчас там ведется сбор документов на оформление детского гражданства и биометрических паспортов. Это позволило увеличить и число работников консульства. В Приднестровье выделило дополнительные телефонные линии. Одна из этих линий сейчас будет использоваться для того, чтобы граждане могли записываться на прием консульства и приходить туда непосредственно тогда, когда нужно подавать документы. Мы очень рассчитываем на то, что этот очередной шаг позволит расширить еще больше комплекс предоставляемых консульских услуг. И очень рассчитываем также на то, что переговоры Российской Федерации с Республикой Молдова относительно открытия в Приднестровье генерального консульства все-таки в ближайшей перспективе будет решен положительно. Напомним, подать заявление о выдаче паспорта можно по номеру в Кишиневе 00-373-22-23-51-10. По вопросам приема гражданства Российской Федерации детей можно обратиться по телефону в Террасполе 0-533-9-55-39. Ежедневно, кроме выходных, с 14 до 16 часов дня. Продолжение следует...